Всем добрый день, меня зовут Вячеслав Крюков, фирма OptoZapChase. Сегодня я снимаю видео про поршни и шатуны, рассказываю про особенности при установке поршней и шатунов, если вы покупаете их по отдельности штучно, не комплектом на двигатель. Итак, внимание на стол. У меня часто есть клиенты, которые хотят купить, ну, например, для того, чтобы починить свой двигатель, они хотят купить один поршень, да, какой-то поршень один, условно, какой-то один шатун. То есть это частая ситуация, ну, не хочет клиент брать комплектом шесть поршней, шесть шатунов, потому что это дорого. И вот многие люди не знают определенные моменты, что на самом деле это очень тяжелая ситуация, это очень суетно, скажем так, для поставщика искать вам один поршень, потому что, во-первых, если вы не показали, что конкретно у вас стоит в двигателе, это может быть и поршень Бухай, да, условно, это может быть поршень Дзянбинь, это могут быть поршни от дистрибьютора, да, которые непосредственно стоят в двигателе, это, например, Вейчай, ФАВ, Каменс, там, и другие поставщики, да, которые уже перепаковывают эти же самые поршни Бухай и Дзянбинь, чтобы вы понимали. Так вот, по допускам. Мало кто знает, на самом деле, эту информацию. Если знаете, то хорошо. Поршни нужно всегда ставить в одной весовой группе. Вот, например, у Вейчай это группа G1, G2, G3, G4, G5. То есть, вот так она обозначается. Между ними разница где-то в 50 грамм. То есть, вот если вы, например, у вас поршни G2 стоят, то у вас в рамках весовой группы не может быть расхождения более 10 грамм. Более 10 грамм. То есть, всегда поршень не более 10 грамм расхождения по сравнению с остальными поршнями, которые у вас стоят в двигателе. Это очень важно понимать. Никогда не занимайтесь экспериментами какими-то. Если уж решили купить один поршень, то поставщик на складе должен вымерять прям до грамма на кухонных весах. Они просто вот должны быть у каждого на складе. Напоминаю, а то часто ситуация такая, что у многих нету весов на складе. Что, в общем-то, очень печально. И поэтому у них просто ни в коем случае нельзя покупать какие-то запчасти, которые нужно проверить, замерить перед тем, как отправлять, например. По шату нам еще вот очень важный, интересный момент. По шатунам допуски до 29 грамм. То есть, если вы просите, чтобы вам кто-то отправил один шатун, то вы должны с поставщиком выяснить его точный вес. Потому что остальные 5 шатунов, которые у вас в двигателе остаются, они не должны отличаться. Ну, на 29 грамм не должны отличаться от того шатуна, который вам придет. Они бывают на рынке двух типов. Колющиеся шатуны, вот как здесь. Видите, колющийся тип шатуна. То есть, его снимаешь болты, раскалываешь, он разделяется на две части. Там неровная получается у них плоскость. И таким образом потом закрепляем опять. И они себя зарекомендовали вот такого плана колющиеся шатуны. Сейчас на рынке в основном они. Это самые перспективные изделия с точки зрения инженерной мысли. То есть, вот старого образца, это замкового типа были вот такие. Сейчас уже их крайне редко можно встретить. Это считается старого образца шатуны. Но сейчас мы не про это говорим. Мы говорим про то, что на многих шатунах, вот в частности, даже не бывает весовой группы нанесено. То есть, нету ни G, ни B, ни C. И, соответственно, их опять же только взвешивать на складе. Это очень важно, что нужно опять же весы. Нужны весы. И вы должны еще понимать один момент, что шатуны, их делают разные заводы. И, например, у того же VyChai, производителя, который делает двигатели, у них до шести заводов, которые им делают шатуны. Поэтому у всех шатунов, у всех заводов, если это разный завод, у них даже в рамках одной весовой группы, то есть, если, например, написано B у одного завода и B, например, весовая группа у второго завода, то это не означает, что они будут в рамках одного веса. Поэтому эти веса, они условно в рамках одного завода, можно на них ориентироваться. Но поскольку в двигателе может стоять один завод, а на складе лежит совсем другой завод, который сделал шатун, то, соответственно, это уже не будет актуально. И получается, нужно в любом случае сверить на весах. И вот этот очень важный момент с весами, ну, то есть, если нет весов на складе, да, где не могут проверить вес, то можете даже по весовой группе и не заказывать никогда. Скорее всего, не совпадет. Потому что, видите, 29 грамм это очень немного. Чтобы найти такой же шатун, это адский ад просто для того, кто будет это делать. Также хотел еще один момент с вами проговорить, очень многие клиенты не знают, но на всех китайских движках, если мы говорим про болты шатунов, про болты шатунов, они всегда одноразовые. Их нельзя ставить повторно. То есть, если вы их уже сняли с шатуна, то вы должны их выкинуть и купить новые. На рынке очень много вариантов. К сожалению, не все варианты хорошие. В частности, нужно покупать либо оригинальные, либо вот, например, на рынке неплохо себе зарекомендовали те же Криотек. Если не знаете, где взять оригинал, то покупайте как вариант Криотек. Они точно хорошие. Здесь вот на вот этом листике это как раз видно, что вот Connecting Road Bulls, это болты шатуна. Вот в этой табличке я взял, у официалов и ЧАИ в частности. Здесь написано, что количество раз использования ноль. Например, для болтов ГБЦ, вот здесь тоже есть главный болт ГБЦ, до трех раз можно использовать. Это тоже информация вам пригодится. Вспомогательные гайки, которые на головке цилиндров идут на болты, например, на шпильки, до двух раз можно использовать. Болты для маховиков два раза. Болты для корпуса маховика два раза. Помню, болты выпускного коллектора до двух раз можно использовать. И вот здесь еще такой момент есть, когда на болту написаны цифры 8,8, 10,9. Это в зависимости от того, какая цифра на самом болту написана, на поверхности болта, на верхней части, где головка. Там можно, в зависимости от какой диаметр болта, моменты затяжек приведены. Тоже достаточно интересная информация. Потому что, если вы вдруг на глаз затягиваете болты, то это уже, конечно, тоже вопросы к вам. Если вы делаете халатно, потом не удивляйтесь, что после того, как вы как-то неправильно затянули, у вас потом проблемы потом в двигателе, то будет это делать для вас. Вот такие моменты я хотел проговорить. Если видео показалось вам интересным, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я буду и дальше снимать для вас интересные видео. До новых встреч!